Один из самых интересных моментов это то, сколько спортсмены набирают после соревнований. Сделал эксперимент и влезь в самую маленькую весовую категорию. Начал кушать. И, видимо, излазился настолько в старые почки. Через два дня я весил 97.8 килограмма. Практически 98, ну, что это, 97.8 я весил, и это было жестко. Я никогда в жизни так хорошо себя не чувствовал. Один из самых интересных моментов это то, сколько спортсмены набирают после соревнований. Как называемый момент супер, либо сверх компенсации, кому их нравится больше. Мы покушали плотенько довольно-таки. Я еще даже на самом деле, чтобы быть потяжелее, специально терплю и не сходил в туалет. Ну, интересно, сколько веса прибавили. Сниму немножко лишней одежды. Видите, по сухости все довольно-таки неплохо сохранилось. Ну, и сейчас мы проверим. Фу, ну что, с Богом. Я загадываю около 90 килограмм. Ну, я вот так думаю. А, ну смотри, 90. Ну, 92 практически, да, скажем. А, часы, браслет. 91,5 я сейчас ешу. На регистрации я был 85,8. Не так много прибавил. А вот так делать нельзя вносить физик. Запрещенные позы не показывают эстетику тела. Нужно делать вот так. Фу, супер компенсация. Это, наверное, один из самых интересных и веселых моментов. Многие потом про нее байки рассказывают. Многие как-то травят истории, сравнивают набранный вес. Насколько становится здоровее в процессе. Раскрою мой рекорд. Мой рекорд, это 15-й год. У меня было очень много соревнований в этот сезон. Тогда я вышел в финал чемпионата России. Был бронзовым призером. Был серебряным призером соревнований различных. И я здесь решил сделать эксперимент. И влезть в самую маленькую весовую категорию. Я ужимался 85. Ужимался тяжело. С боем. С дикими судорогами. Я использовал внутривенное введение лазикса. Сверху добавлял по количеству взвешенной мочи. Когда я ссал в бутылку от пятерочки. Пятилитруху. Ставил на весы. Примерно рассчитывал потерю минералов. В капельницу добавлял эти минералы. Панангин. Жидкие аминокислоты. Альбумин. Ну, лучше, если вам не знать, то вы решите повторить это. Не надо. Это очень опасно. У нас было два мешка травы. 75 таблеток мискалина. 5 марок мощнейшей кислоты. Пол соломки кокаина. И гора возбудителей успокоительных. И всего такого. Всех цветов. Я влез. Я зависел вообще 84 с копейками. И я выступил. Выступил успешно. И после начал кушать. И, видимо, излазился настолько в старой почке, что что произошло со мной? Через два дня я весил 97.8 килограмма. Практически 98. Ну, что это? 97.8 я весил. И это было жестко. Причем меня так скомпенсировало, так надуло. Это очень много. За двое суток. Самочувствие было хорошее. Единственная была проблема, что я сжал очень много. Я пил безостановочно. Это тоже все плохо вредно. Сейчас так не сделал. Ребята, в этот раз, когда выйдет со сцены, я выпил 250 миллилитров воды. Сразу. Потом в течение часа я выпил еще пол-литра. Я вообще не ел. Мы потом прошли, прогулялись. Даже не понял, когда мы поели на самом-то деле. Спустя много времени мы поели. Вечером. Совсем немного. Прибавка 5 килограмм нормально. Примерно вот я там с 90 и влазил. Там вот такой вот. То есть вот сейчас, как я выгляжу сейчас, ребята, так? Это вот без сгона воды. Это не пустой кишечник, да? То есть я кушаю, да? Вот там. Мне вакуум. Так прям. Угу. Как на сцене не втянуть. Но он втягивается. Плюс он еще плотненький. Я уже говорил, что я хочу в туалет. После туалета я буду постройнее. Вот. Соответственно, это нормально. Вот прибавка 5 килограмм. Это прям супер. Я доволен. Это реально идеальная какая-то подводка. Идеальная подготовка, выход. Желание сразу дальше идти и соревноваться. С кем мы с последним ребятами общались? Виталий Угольников. Он, по-моему, набрал за первые сутки 8 килограмм, он сказал. А за неделю 14. Тоже немного, тем более. Но его мышечную массу парень молодец. Очень контролировал себя. С Алексеем Кузнецовым был ролик недавно снят. Потрясающий ролик. Посмотрите, если не видели. Работаю максимально, повторюсь, в тренажерах. На канале совсем немножко их не смотать. Алексей Кузнецов. Потрясающий спортсмен. Поинтересуемся у него. Потому что Лешка очень любит кушать. Он вообще ждет у него приезда. Сколько Леха набрал, интересно? Мне кажется, 120 плюс 1 точно дня за 3. Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Кузнецов Алексей. Чемпион России, чемпион Европы и вице-чемпион мира по бодибилдингу. На повестке дня сейчас актуально стоит вопрос по поводу так называемой гиперкомпенсации. Сколько же я набрал после крайних соревнований чемпионата мира? На самом деле набрал я довольно немного. Набрал всего порядка 7 килограмм. Сейчас мой вес составляет 122 килограмма. 120-122 он плавает. Вступаю я уже довольно, в принципе, давно. Практически 10 лет. Имею определенный опыт в этом деле и знания. Поэтому стараюсь после соревнований все-таки также учитывать свой макрос, свой БЖУ. И из диеты выходить довольно плавно, для того, чтобы не было резких скачков веса, что вызывает, сами понимаете, ряд причинно-следственных связей в организме. Ну, меняется реология крови, увеличивается артериальное давление, что, соответственно, не совсем полезно для вообще вашего организма и здоровья в целом. Соответственно, стараюсь также придерживаться максимального водного баланса и адекватного целом. Вкусняшки, конечно же, я включаю, но стараюсь в адекватном количестве для того, чтобы, опять-таки, сдерживаю аппетит, сдерживаю этот метаболизм, дабы не вызвать последствий так называемого обжиралова. В первые соревнованиях я выступал в классическом бодибилдинге и, как многие классики, пытался попасть в определенный вес. Сейчас, слава богу, я выступаю в категории свышеста, мне не важно, сколько я вешу, мне важно, какая моя форма, как я выгляжу. Так вот, если брать первые соревнования, после первых соревнований я за первую же ночь набрал 8 килограмм. После чего, вследствие чего, у меня, опять-таки, увеличилось артериальное давление. Ну, я был в это время еще молодой, мне было 20 лет, 21, и организм это все, так сказать, простил мне. Вот, с возрастом, к сожалению, эти огрехи организм не прощает. Соответственно, максимальный вот мой был вес, я набирал где-то порядка 30 килограмм. После первых соревнований я был на взвешивании на старте 83 килограмма, в классике выступал. Соответственно, через пару недель я уже весил там в районе 105-110 килограмм. Вот, то есть, там практически даже там 30 прилетело. Ну, сами понимаете, чего там, и вода, и так далее. Вот, это мы максимально, таких ошибок больше не делал, и, соответственно, стараюсь питаться чисто, не разъедаться и не вызывать проблем со здоровьем. Так что, друзья, всем желаю легких и простых сушек, легких и простых выходов с так называемых сушек с диет, для того, чтобы максимально сохранять хорошую форму, хорошие кондиции. И всем желаю крепкого здоровья, слушайте, прислушайтесь к своему организму, почаще сдавайте анализы и читайте умную и правильную литературу. И вообще на серкомпенсации основан в целом весь наш прогресс. Прогресс в бодибилдинге, это постоянное, мы расходуем анализы и субстракты, мы их восполняем, мы повышаем интенсивность тренинга, у нас тут постоянная нехватка питательных веществ, и за счет этого он постоянно, ежедневно, ежемесячно и ежегодно увеличивает запасы гликогена, креатив фосфата, питательных веществ, воды, других анализы и субстрактов в мышце, в тканях. И это одна из причин, почему мы становимся больше. Ведь мышца это не только мышечное волокно, да, в мышечном волокне содержится все тут, это такая, там питательная среда, она вся внутри накапливается, поэтому растут не только фабриллярная часть, но и именно запасы гликогена. И это именно у культуристов, почему многие ребята вы кушаете, вот такие, ууу, вас надуло. А силовика так не надуют, надуют кишечник и вода сдерживается, потому что они работают по-другому, не нужно обеспечение анаэробного гликолиза, большого количества сахаров, либо вообще окислительных волокон. Они работают в силовом режиме, совершенно другая работа, совершенно другое энергоснабжение мышечной ткани. Рацион был скудный, и сейчас, видимо, такое количество специй, а там какая-то безумие, что, наверное, даже большинство специй, которые я сегодня съел, в жизни не встречал. Конечно, реакция в выделении кислоты сильная, плюс какая-то компенсаторика, задержка жидкости от соревнований дает свое. Ижога не сильная, абсолютно терпимая, но от изжоги я какой-то препарат выпью обязательно. Самочувствие потрясающее. Я никогда в жизни, ни после каких турниров, так хорошо себя не чувствовал. Я не могу сказать почему, потому что было много сделано по-новому, в этой готовке много, и старых моментов использовалось. Просто либо это момент везения, наверное, без него никуда в этой жизни, либо момент какого-то нового опыта, знаний, эмоций. Это было интересное приключение. Нас ждет новое в Маниле, одно из самых опасных и криминальных городов этого мира. Где есть бои петухов, где есть бои карликов, где огромные раскрашенные автомобили странные, смешные. Но, что касается боев петухов, мы там драться не будем, мы по бодибилдам грузы поделим. Ну так, мало ли что. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok